В Казанском федеральном университете стоялось открытие международной научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проходит в стенах «Альма-Матра» с 2015 года при поддержке правительства Республики Татарстан. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Гавриила Романовича Державина. Сегодняшняя конференция, она и современная, ибо отвечает вызовам сегодняшнего дня. Она посвящена вопросам правового регулирования, цифровой экономики. Это очень актуальная тема, поскольку, когда отсутствует правовое регулирование, этот факт является сдерживающим для реализации многих наших проектов. Официальное открытие стоялось в императорском зале Казанского федерального университета и началось гимн на державинских чтений. Тот факт, что державинские чтения стали международными, свидетельствует о признании наших заслуг в области популяризации науки. И сегодня мы в очередной раз собрались обсудить актуальные проблемы в сфере юриспруденции культурного наследия Гавриила Романовича Державина, а также высшей школы, которая стремится обрести новое лицо в условиях информационного общества. Участие в открытии 14-го державинских чтений принял председатель Госсовета Татарстана Фаид Мухамедшин, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, митрополит казанский и татарстанский феофан и первый заместитель муфти Республики Татарстан Рустам Хазрат Валиулин. Имя Гавриила Державина навечно будет связано с Казанским университетом. Он был одним из выпускников гимназии, которая, согласно указу Александра Первого, в 1804 году стала базой для создания императорского университета. Благодаря Казанской юридической школе, сформировавшейся в стенах университета еще 200 лет назад, и сегодня, в начале 21 века, славные традиции правоведов успешно развиваются Казанским привозским федеральным университетом. В этом году темой 14-х Державинских чтений стали информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России. Современные цифровые технологии сегодня повсеместно проникают и в гуманитарную сферу, меняя на наших глазах науки о человеке, обществе и культуре. Обсуждать вклад Державина в развитие страны в Казанском федеральном университете начали уже 8 сентября. Произошло это во время открытия экспозиции, посвященной именитому деятелю. Именно в этот день, к 275-летию со дня рождения выдающегося российского поэта и государственного деятеля Гаврила Романовича Державина, в преддверии традиционной международной конференции «Державинский чтение» в музее Николая Ивановича Лобачевского КФУ открылась выставка «Оды Державина. Бог каллиграфическому воплощению». Здесь после смерти Гаврила Романовича оказались вещи его лично мемориальные, которые хранили энергию поэта. Здесь впервые был установлен памятник, который стоял у вас во дворе. И, конечно же, мы привезли прекрасно эти 17 картин. На этом цикл мероприятий не закончился. 12 сентября в главном здании Казанского федерального университета прошла 9-я серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ под названием «Ночь в императорском». Она была посвящена 190-летнему юбилею одного из известнейших студентов Казанского университета, великого писателя Льва Толстого, и 275-летнему юбилею государственного деятеля и поэта Гаврила Державина. Закрытие Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» состоится в пятницу, 14 сентября, в 16.00. Наш телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию «Державинские чтения». Записи эфира вы можете посмотреть на нашем ютуб-канале. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, «Универ Ньюс». «Универ ТВ» великого писателя Льва ТВ» великого писателя «Державинские чтения». «Универ ТВ» великого писателя «Державинские чтения». «Универ ТВ» великого писателя «Державинские чтения».